Сейчас в эфире новости короткой строкой. Мы расскажем о статистике браконьерства и о том, чем накормят иностранного кулинара на Ямале. А еще о приключениях флага одного из арктических городов. О необходимости строительства в Новом Уренгое новой детской поликлинике и педиатрического отделения говорили в Салихарде. Всего на Ямале в ближайшие пять лет будет построено шесть новых больничных комплексов. Еще 20 медучреждений ждет капитальный ремонт. Для усиления борьбы с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями закупается современное оборудование последнего поколения. Один из важнейших вопросов арктической медицины, по мнению губернатора, повышение квалификации врачей и привлечение в округ узких специалистов. С начала года на Ямале заведено уже 29 уголовных дел за незаконный вылов исчезающей белорыбецы. Это вдвое больше, чем за прошлый год. Так, в феврале в Приуральском районе у браконьера изъяли около полутора тысяч ценных видов рыб на сумму более 5 миллионов рублей. Во время других рейдов заведены сотни административных дел. В нашем округе продолжается также активная работа по восстановлению популяции сиговых рыб, в том числе муксуна. Арктическая кухня для известного кулинара и телеведущего Джон Уоррен снова на Ямале. Здесь его познакомят с кухней народа Ханты. Национальный стол с отварной медвежатиной любителю экзотических блюд обеспечен. После посещения музея заповедника под открытым небом Ханты-Мужи съемки программы продолжатся в Салихарде. Символ Лабытнанги на дне Красного моря. Участником акции «Флаг шагает по планете» стала директор Краеведческого музея города. Надежда Толканова погрузилась на 40 метров в окрестностях города Шарм-Аль-Шейх. Флагом ямальского города заинтересовались проплывающие мимо китовая акула и скат. Дарья Ушукова, Андрей Романов, телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24.